Кстати, насчёт мёда. Ну, это как бы всё к естественной теме относится, но это же сладко, это же углевод. Это как вот нам может помочь в снижении веса? Или ничего это страшного? Без углеводов жизнь невозможна. Ну да, ну да. Жизнь невозможна без углеводов, жизнь невозможна без глюкозы, без фруктозы, без сахаров. Жизни нет. Потому что клетки питаются этим всем, вот этим сладким. Но это дело только в её количестве. И я не устаю повторять одну и ту же мысль всем, кто у меня спрашивает эти вещи, да, про мёд и про фрукты, про сладкие. Дело в том, что если человек ест три раза в день мучное, там утром бутерброды, в обед там какую-нибудь выпечку, хлеб, вечером макароны, и при этом он ещё и наворачивает мёд и сладкие фрукты, то, конечно, у него будет перебор по глюкозе, по фруктозе, по углеводам. И у него это всё не будет усваиваться, да, доходить до цели. И излишки, конечно, будут откладываться в виде жира. Но если человек, как я, например, да, который практически не ест мучного, ну, очень мало крахмала, то есть варёной пищи мало, практически нет хлеба, нет никаких выпечек, нет ничего с сахаром, нету, то там 3-5 чайных ложек мёда, которые я съедаю за день, да, и 3-5 там фруктов небольших, которые я тоже съедаю за день, они удовлетворяют мою потребность, моих клеток в глюкозе, во фруктозе, в углеводах и в энергии. И у организма, как ты видишь, нету никаких желаний для того, чтобы отложить куда-то этот жир, да, под кожу. Потому что вся глюкоза уходит на энергию, на переработку её в энергию, которой у меня много. Вот откуда я беру свою энергию. Я беру её из минимального количества сладких фруктов и мёда. То есть должна быть, да, баланс, гармония. Гармония, баланс. Гармония, баланс.